Значит, теперь мы поговорили о том, что... Вот какой мы путь прошли. Электрон — это волна. Если волну с двух сторон прижать, получается стоячая волна, у которой есть своеобразные свойства. Да, и одно из этих свойств, что у него есть определенные уровни энергетические. То есть стоячая волна не может быть вот такой. Да, она должна заканчиваться вот здесь. А не может заканчиваться здесь. Поэтому есть определенные стоячие волны. Ну, то есть у вас всегда должно на эту длину, вот сюда, влезать целое, полуцелое количество волн. То есть у вас должно влезать n вот этих вот горбов или впадин в промежуток, который у вас есть. Да, вот досюда мы дошли. То есть получается волна... Я напишу так по-английски. Волна плюс граничные условия получаются поделенные на куски уровни. Да, то есть... Ну, называется слово дискретные. То есть уровни... Ну, у вас получается состояние, которые не переходят друг в друга так постепенно. У вас они скачкообразно изменяются. Волна с одним максимумом, вот такая. Волна с двумя максимумами, вот такая. А между ними ничего нет. Да, вы не можете так медленно просто перейти от одной к другой. Вам нужно скачкообразно перепрыгивать. И так далее. К трём, к четырём, к пяти максимумам и так далее. Ну, люди подумали. Слушайте, так у нас же скачкообразно что-то ещё переходит. Скачкообразно у нас в атомах, если я нарисую атом, атомы выдают из себя свет. Атомы выделяют из себя свет скачкообразно. Они то выделяют, то не выделяют. Выделяют, не выделяют. Да, и люди подумали, что с помощью такого вот модели электрона, как стоячей волны, можно объяснить атом. Я сейчас вкратце, конечно, рассказываю. Вам нужно вспомнить всю логику, которую мы проходили, как там получаются разные модели атомов и так далее. Главная идея просто. Одна из моделей атома – это то, что электрон находится вокруг ядра. И вот здесь вокруг ядра он находится на таком уровне, на который влезает целое количество волн. Ну, в данном случае я нарисовал две, по-моему, или три волны. Да, так, чтобы горб начинался и заканчивался на нуле. То есть, если вы возьмёте, распрямите эту вот, вот эту линию, распрямите, у вас получится опс, 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 опс. Началось на нуле, закончилось на нуле. Само в себя пришло. Но он не может иметь другие величины. Да, и, соответственно, если уровень… И он прыгает с уровня, выделяя… Между уровнями выделяя свет. То есть, вы, если хотите сделать так, чтобы электрон принял вот не три максимума, а два максимума, вот такую какую-то конфигурацию. Когда два максимума, подумайте, более энергичный этот уровень или менее энергичный уровень? Да, правильно, менее энергичный. Вам нужно сделать так, чтобы электрон выделил свет. Он выделяет свет и прыгает на более нижний уровень. И вот тогда он будет выглядеть, ну, как-то вот так, наверное. Примерно я нарисовал. Криво, конечно, но приблизительно, да. Мне просто сложно нарисовать. Но самое главное, что он будет вот на вот этой линии как-то закручен. Такая идея, да. Для вас задание. Вспомнить всю логику, которую мы прошли, для того, чтобы понять, как именно, как именно вот модель, как именно электрон находится вокруг атома, и как это связано с его волновой структурой. И как волновая структура заставляет его выделять свет тоже кусками, да. Иногда выделять, иногда не выделять, при переходах с уровня на уровень. И вообще, что такое уровни, что они значат, и почему электрон не падает на ядро. Последнее, что хочется сказать, в одной из моделей, если вы ее посмотрите очень глубоко, вы сможете из нее достать всю таблицу Менделеева. Постарайтесь понять, как устроены элементы, и как эти энергетические уровни говорят о том, что будет происходить с нашими элементами, какие у них там будут свойства. Продолжение следует...